Я давно попал в странную ситуацию, опять, где рубильник шутить не был выключен. Я спускался на лифте у себя в подъезде, а я живу на 40-м этаже, я спускаюсь на лифте. И в лифт по дороге заходит еще три человека. Очень спортивная девушка молодая, в леггинсах, и с ней два кавказца. Один московский кавказец, понимаете, это, ну, у него брекеты, татуировки, вот это брода, по маркерам нарисованной по линейке, вот это вот ровная. И с ним кавказец-кавказец, потому что здоровый такой кавказец, с бородой такой, неаккуратный такой здоровый кавказец. И они заходят и продолжают диалог, которым вот этот обычный кавказец что-то опускал у московского кавказа в глазах девушки. Что-то типа, эй, да мы когда еще с ним в школу ходили, он нихуя не знал. У него в голове пустота была, он когда в институт пошел, и в институт вообще, нихуя тут нет, у меня тут всегда было. И мы можем проверить, у кого хуй больше. И так в этот момент переводят в глаза и смотрят прямо мне в глаза. И я подумал, это пас. И я смотрю на него, я говорю, ну я соревноваться тут не буду, потому что конкурентов не вижу себе, честно говоря. Вот девчонки, и московскому кавказу тоже очень сильно понравилась эта шутка. Они разъебались в голос в лифте, и я такой, круто. А кавказу, кавказу, ебать, как сильно эта шутка не понравилась. У меня вот так вот под руку взял, я вышел на ход сюда. А я с радостью бы, но я не знаю, как на ходу из лифта выйти, но очень сильно хотелось в тот момент. Так страшно было, он говорит, эй, мы сейчас выйдем, я тебе чапалах дам, я стыдно, оооо, что это такое? Это типа хачапури или чего вообще? Сука, а еще московский кавказец масло в огонь подливает. Говорит, эй, мага, ну ты что, будешь драться с каждым человеком, у которого пенис больше, чем твой? Так ты, говорит, так ты так весь день будешь проводить в драках. Это же вообще, я думаю, сука. Не, по итогу все нормально, я просто вышел из лифта и спокойно, мужественным вот таким вот шагом убежал от этого всего. Нормально, нормально.